всем привет сегодня покажу вам классные идеи поделок своими руками из простых остатков разных разных ниточек мулине пряжи и все остальное отобрала у ребенка мячик можно взять шарик можно взять мячик любого размера в принципе ничего портить не придется поэтому я схватила первый попавшийся мячик под руку поставлю его вот так вот удобно мисочку и мне нужно сделать замер длины моего изделия в моем случае это будет максимум 33 сантиметра то есть я измеряю вот так вот не до конца не полный круг а практически до конца но у вас может быть свой мячик поэтому может и другое значение и нашу форму нужно поместить в пакетик лучше для этого использовать пищевую пленку но у меня ее сейчас под рукой просто нет поэтому обычный пакетик теперь берем крючок можно крупный можно мелкий берем нашу пряжу которая у нас есть под рукой и просто делаем очень много полосочек с воздушными петлями просто набираете воздушные петли нам нужно сделать очень очень много ну принципе в зависимости от выбранной вами формы кстати можно взять что-то квадратное например не обязательно круглая нужно сделать много полосочек вот с воздушными петлями замеряла я мячик для того чтобы понять какой максимальной длины будут у меня вот такие вот набор из воздушных петель то есть я сделаю несколько вот таких вот длинных по 33 сантиметра полосочек и навяжу еще несколько полосочек покороче то есть можно там 15 20 сантиметров то есть разной длины мы делаем много вот таких вот полосочек хвостики просто подтягиваем и обрезаем они не распускаются навязываем вот побольше вот таких вот штучек желательно чтобы они были 1 2 цветов приближенных ну в принципе здесь это неважно когда увидите конечный результат вы для себя определитесь какого цвета вы хотите такую штуку вот я навязала если что всегда можно подвязать еще если их не хватит теперь я беру свою формочку вот этот чудесный арбуз я думал что его нужно будет спускать потом но этого делать не пришлось беру обычный клей pva не разбавляю его чтобы он был более крепким это не строительный pva это я взяла какой-то дешевенький в канцелярии вот он принципе вполне справляется с этой задачей может быть какой-то клей у вас еще есть который так подходит для этих дел в принципе можно его использовать ну пока я вот знаю что такие штуки делают из с помощью клея pva теперь я беру свои вот эти вот воздушные петельки те веревочки навязанные и ориентируясь на центр приклеиваю вот так вот их к шарику пока просто прикладываю потом еще дополнительно их буду клеем сверху смазывать сначала вот так крест-накрест забыла тут немножко хвостики по обрезать вот так нужно тут я еще из остатков ниток мулине навязала несколько зелененьких тоже полосочек можно такие вещи упростить в том плане что не вязать например вот эти косички а просто взять нитки но вот потом уже в конце я поняла что все-таки косички они просто лучше держат форму вот эти петельки чем простые нитки ну и выглядят интереснее поэтому ну если хотите заморочиться то лучше навязать вот таких вот полосочек с воздушными петельками теперь можно еще вот так вот делать например сложить пополам на разную длину не не на одинаковую и приклеить так центру плотно наша задача закрыть все места вот эти свободные тим косичками любым удобным для вас способом вот мне кажется что тоже можно не накрест а просто ну кстати ниточку да нужно мулина еще добавить другого цвета тут все что у вас есть единственное что вот если использовать несколько цветов то красиво когда они в одном спектре находятся там оттенки зеленого или оттенки желтого красного фиолетового любого я делаю поделку в стиле эко то есть это будет растительный такой орнамент теперь смазываю еще это клеем дополнительно но тут я уже честно говоря вот поленилась и добавила уже косички не плела а добавила просто нитки вот таким способом это тоже вариант вот так даже интереснее потому что сочетание тонких ниточек с косичками тоже добавляет своей фактуры структуры интересной теперь нам это все нужно хорошенько пропитать клемм пыла опять же я его не разбавляю для того чтобы форма получилась жесткой вот у нас все высохло за ночь замечательно и теперь снимаем просто придавливаю мячик и снимаю то есть даже не пришлось его сдувать теперь нам надо снять пакетик отделить от ниток принципе ничего сложного просто аккуратно сильно не дергайте чтобы нитки и остались той формы которую мы им задали с помощью клея достаточно пакет подцепить и он достаточно легко снимается вот наша форма готова теперь нужно аккуратно можно с помощью маникюрных ножничек пообирать вот эти остатки клея с краешков я решила эту форму еще декорировать цветочками самые простые цветочки которые я придумала делаются вот так остатки ниток беру наматываю так на крючочек разрезаю можно кстати без крючка вообще обойтись просто вот вам нужно вот такой вот моточек небольшой не так сделать и завязать его на один узелок зеленая нитка в моем случае вот таким образом лишнее можно убрать завязали буквально на один узелочек и потом зеленые нитки собрали а вот эти вот ниточки немножко распушили это вот такой вот самый простой вариант цветочка нужно ножничками чуть подстричь его так распушили опять же любой цвет любая форма можно заморочиться связать маленькие цветочки и теперь я их вот так вот с помощью клея точно также приклеиваю на форму немножко по убираю клей ножничками чтобы его не было видно тут главное вот этих крайних ниточек которые вверху по убирать чтобы не видно было там в принципе не мешает смазала немного клеем и сам цветочек кстати можно цветочек не смазывать тогда он будет красиво еще так вот распушиваться друзья вы мне пишите часто замечания по поводу моих выдуманных слов или каких-то странных ударений или еще чего-то да бывает у меня такое очень сложно я сосредотачиваюсь на процессе иногда конечно вот сложно подобрать слова и правильно выразиться поэтому прошу прощения бывает у меня надеюсь все равно в принципе понятно что я имею ввиду вот приклеиваю цветочки если вы решили их тоже смазывать клеем вот эти вот ниточки то можно потом им придать форму с помощью ножниц такую как вам нравится можно ягодки кстати связать или скрутить просто красные ниточки в кружочек и приклеить и будут ягодки такие как клубничка и хочется такую имитацию полевых цветов такой эко-декор я вообще люблю всякие такие штуки в стиле боха в стиле эко-декора ну и кто со мной давно тут знает что я люблю использовать самые простые материалы все остатки листик кстати сейчас показываю вам ссылка как связать листик если не хотите вязать то можно в просто так скрутить ниточки и точно также его приклеить и будут вам листик можно подрезать что-то лишнее если вам не нравится значит я благополучно кацнула плафон съемная квартире поэтому у меня это будет плафон вырезала отверстие для патрончика и надела его вот таким вот образом получился такой вот дизайнерский светильник своими руками из ниток можно сделать вазочку такую можно сделать люстру такую можно таким способом сделать вот такой вот ночник туда поставить светодиод продается много свечечек таких дешевых в магазинах фикс прайсе там со всякой мелочевкой единственная пришла к выводу что все таки нужно не лениться и косичек делать побольше чтобы форму лучше держал и был плотнее я еще на ниточки нанизала бусины как же без них обожаю бусины всякие блесточки так с ними веселее смотрится и вот вы